Далее будем говорить про газовый шантаж Путина, который не удался. Президент Еврокомиссии Урсула фон Дреляйен представила план, как европейцы могут пережить зиму и справиться с высокими ценами на энергию и инфляции. Также она заявила, что санкции против России это надолго и сейчас не время для уступок, а задача Европы преодолеть энергетическую зависимость от России. Подробнее в нашем материале. Еврокомиссия озвучила план борьбы с энергокризисом, инфляция и цены на энергоносители выросли во всех странах Евросоюза после того, как российский «Газпром» сначала сократил, а потом остановил прокачку газа в Европу по трубопроводу «Северный поток». В прошлом году российский газ составлял 40% нашего импортного газа. Сегодня он снизился до 9%. Но мы также видим, что Россия продолжает активно манипулировать нашим энергетическим рынком. Я имею в виду, что они предпочитают сжигать газ, а не отправлять его в Европу по существующим контрактам. Так что этот рынок больше не работает. По словам Фон дер Ляйен, газохранилища стран Евросоюза заполнены на 84%. Это хороший результат, но недостаточный для того, чтобы совсем не зависеть от российских энергоносителей. Поэтому Еврокомиссия предложила экономить электроэнергию во всем Евросоюзе. Особенно уменьшить ее потребление на 5% в течение пиковых часов. Это поможет снизить общее потребление стран ЕС на 10% до конца марта следующего года. Также среди вариантов направить сверхприбыли энергетических компаний, работающих на возобновляемых источниках энергии, ядерном топливе, угле, на поддержку частных потребителей и бизнеса. По словам Фон дер Ляйен, сейчас неправильно получать сверхвысокую прибыль от войны и в ущерб европейским потребителям. «Наше предложение также включает производители электроэнергии, работающих на ископаемом топливе, которые должны внести вклад в кризис. И в целом наше предложение позволит собрать более 140 миллиардов евро для государств-членов, чтобы напрямую смягчить удар. Это всё экстренные временные меры, над которыми мы работаем, включая обсуждение предельных цен на газ». Тем временем, каждая страна ЕС вводит свои ограничительные меры в борьбе с энергокризисом. Германия объявила о пакете мер на сумму 65 миллиардов евро. Он будет включать разовые выплаты наиболее уязвимым слоям населения и налоговые льготы для энергоёмких предприятий. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна переживёт зиму, добавив, что Россия больше не является надёжным энергетическим партнёром. «Мы приняли решение построить терминал изжиженного природного газа на побережьях Северной Германии, построить необходимые для этого трубопроводы, чтобы мы могли импортировать газ в Германию независимо от России. Мы расширили мощности из Нидерландов, из Бельгии, Франции. Мы сэкономили газ. Мы снова используем производственные мощности угольных электростанций. В начале следующего года у нас будет возможность использовать остальные атомные электростанции Южной Германии, если возникнет необходимость». Италия, в свою очередь, планирует сократить потребление газа на 7% в течение зимы путём увеличения использования угля и уменьшения отопления по всей стране. План предполагает сокращение отопительного сезона на две недели и снижение температуры поставляемого теплоностителя в дома и офисы. Температуру в помещениях общего пользования ограничат до 19 градусов, а часы отопления сократят. «Мы должны работать вместе в Европе. Во время чрезвычайной ситуации следует приостановить нормальную динамику рынка и попытаться снизить стоимость энергии и других очень важных материалов не только для граждан, но и для компаний, потому что риск банкротства компаний сейчас очень высок. Как часто бывает, чем быстрее вы действуете, тем меньше вам приходится тратить». Самый пик энергетического кризиса для стран Евросоюза уже позади, заявил еврокомиссар по экономике Пауло Джантилони на экономическом форуме в Италии. По его словам, странам удалось переориентироваться на других поставщиков газа, активно задействовать другие источники энергии, а также разработать эффективные меры экономии энергии. По его словам, эти шаги уже приносят хороший результат, демонстрируя, что газовый план Путина провалился. Виктория Синько, Никита Побенко для телеканала «Фридом». Эту тему в разговоре продолжим далее с Геннадием Рябцевым, эксперт энергетического рынка. Геннадий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, мы понимаем и уже четко видим, что газовый шантаж Путина провалился. Подтверждение этого видим, как сейчас Германия становится все более независимой от российских энергоресурсов. Почему ставлю за пример именно Германию? Потому что она одна из тех европейских стран, которая была больше всего зависима от российских энергоресурсов. В свою очередь, Европейская комиссия также на своей страничке в Твиттере пишет о том, что сейчас максимальные меры делаются для того, чтобы бороться с высокими ценами на энергоресурсы внутри Европейского Союза. Какие вы еще видите шаги вперед на то, чтобы как можно быстрее и больше ударить по газовому шантажу Путина, по Европейскому Союзу? Я хочу уточнить, что все-таки Германия была наибольшим потребителем российских энергоресурсов. Она больше всего покупала и покупает российских углеводородов. Однако, все-таки, ее зависимость от поставок из России была, ну, скажем так, средней, европейской. Сейчас действительно очень большая проблема. Это небольшие государства, которые зависят или от поставок природного газа на 80 и более процентов, или от поставок нефтяного сырья. Вот как, например, Словакия зависит от поставок нефтяного сырья из России трубопроводом на 92%. Естественно, что это, ну, почти абсолютная зависимость. И сейчас Европейская комиссия предпринимает шаги для того, чтобы диверсифицировать как маршруты, так и источники поставок, для того, чтобы обеспечить не только большие государства, которые имеют выход к морю и могут встроить терминалы, и могут принимать супертанкера на своих нефтяных терминалах и принимать газовозы большого объема, но и сделать так, чтобы газ, нефть, нефтепродукты, энергетический уголь смогли получать и государства Центральной Европы, которые не имеют выхода к морю, то есть не могут, например, заменить поставки трубопроводные, какими бы то ни было еще. И это действительно дает плоды, несмотря на апокалиптические прогнозы вот этого самого газового монополиста, который сейчас на экране российского. Очень велика вероятность, что все ее потуги Российской Федерации по разбалансированию европейской экономики ни к чему не приведут. Единственная проблема, которую я, например, сейчас вижу, и которой пока не находят решения, это высокие котировки. Как на нефтяное сырье, так и на природный газ. И эти высокие котировки, они как раз являются теми триггерами, которые могут запустить процесс банкротства небольших предприятий, поскольку именно к этим котировкам привязаны цены на реальные энергоносители. Европейская комиссия думает сейчас над тем, как эту проблему решить. Первые шаги мы видим, это изменение модели рынка электрической энергии, которые не будут привязаны, то есть цены на электрическую энергию не будут привязаны жестко к газовым котировкам, которые являются сегодня исключительно спекулятивными. Вот если с моделью рынка электрической энергии все выйдет, то тогда будет наверняка пересмотрена и модель рынка природного газа. Если это сделать быстро, если из котировок исключить спекулятивную финансовую составляющую, то тогда можно сказать точно, что у России не будет вообще никаких больше рычагов влияния на Европейский Союз, на экономику Европейского Союза в нынешнем, даже в нынешнем отопительном сезоне. То есть ресурсы уже есть, проблема не в том, что их не хватает, а проблема в том, что далеко не все могут позволить купить эти энергоресурсы по тем ценам, которые сформированы из-за несовершенных моделей рынка электрической энергии, рынка природного газа, которые вводились в Европе. При этом, когда профильные эксперты указывали на эти недостатки моделей, ну как-то европейские бюрократы не спешили исправлять эти недостатки, думали, что ну и так сойдет. Но как оказалось, как только петух клюнул, да, в общем, собственно говоря, засуетились бюрократы, и мы видим, что решения готовятся быстрее, принимаются быстро, а реализуются буквально за несколько недель. И это удивительное явление для европейской бюрократии, когда между задумкой и реализацией того или иного управленческого решения проходит несколько месяцев, а не лет, как обычно. Вопрос в том, когда. Мы уже только что выяснили, а вот вопрос в том, а пока что будет делать Россия, я вот немножко все-таки детализирую. Как вы думаете, учитывая подступность Российской Федерации, такая хитрость, которую они используют, каким образом могут они продолжать шантаж стран Европейского Союза по газу, что кроме ремонта Северного потока может придумать Россия, что в ее арсенале есть? Как вы думаете, гипотетически, пока будет приниматься это решение, чем они смогут еще немножечко вот колупать, я бы так сказала, европейское сообщество? Да где там хитрость? Хитрость в том, чтобы закрутить вентиль? Ну, это единственное, что... Хитрость в том, чтобы придумать, например, что это идет ремонт. Понятно, что там ремонт, может быть, и идет, но это не основная причина. Вот в том-то и дело, что они это озвучивают одним, а делают совершенно для других целей. Вот может какие-то у них фишечки еще в карманчике есть? Да нет, ну, единственное, что у них есть, это вот вентиль. Вот закрутить вентиль не только по Северному потоку, но через Украину, через Турцию, заблокировать тот поток, который там называется голубым, или турецким, или все вместе. Ну, это, да, это возможно. И по большому счету к этому уже... Ну, я не скажу, что к этому вот готовы на 100%, но вероятность полного прекращения поставок природного газа из Российской Федерации во время найнижших температур воздуха в Европе является чрезвычайно высокой. И, в принципе, ну, среди профильных экспертов, наверное, нет таких, которые бы сказали, что это не произойдет. Это произойдет с вероятностью, там, 99%. И, ну да, это может привести к тому, что Европа запустит планы экстренного реагирования. Есть соответствующие процедуры, есть соответствующие протоколы, регламенты, в соответствии с которыми будет тогда действовать каждое из национальных правительств и Европейский Союз в целом. И, в общем-то, я не думаю, что там что-то произойдет такое ужасное, что заставит Европу отказаться от тех ограничений, которые сейчас введены. И, ну, в общем, нам нужно дождаться окончания отопительного сезона, чтобы окончательно сказать, все, да, свидания, Российская Федерация, страна бензоколома. Ну, давайте все-таки говорить по факту. Вот то, что Европа говорит про позитивы, про количеству закачанных в хранилище объемов газа, которые якобы там уже называются цифры практически под 90%, но ваши же коллеги-эксперты говорят, что то, что закачано, это как бы считается резервом. На самом деле того, что закачано, это на всякий случай, если вдруг не хватит. Так вот, на самом деле хватит того, что закачано, даже если сейчас нам объявят, что там 120% закачано в этих газовых хранилищах Европейскому Союзу. Вот как оценивать вот эти вот позитивные месседжи от Европейского Союза. Им действительно хватит, если они будут экономно расходовать свои ресурсы? Ну, дело в том, что они же сейчас не расходуют даже ни одного кубометра из этих запасов. То есть это вот как раз на тот случай, который я описал. Закручивание вентиля, когда будут наиболее низшие температуры воздуха в Европе. Там где-нибудь в январе, в феврале, в феврале, скорее всего. А может даже никто не будет дожидаться того самого февраля, а может перекроют этот вентиль намного раньше, как снег выпадет. И именно для этого и предназначены те объемы, которые сейчас в хранилищах. Сейчас Европа работает на тех объемах, которые поставляются. В том числе поставляются Газпрому. И очень интересно, вот ждет его будущее в том случае, если Путин таки прикажет закрутить вентиль. Если это произойдет, то тогда Газпрому будут вынесены соответствующие иски, подготовленные в международные арбитражи за невыполнение условий контракта, за недопоставки этих объемов. Это убьет компанию фактически и обесценит ее акции, поскольку тогда это... Ну, в общем, это мусорные акции будут. Поскольку никто не будет вкладывать средства, даже китайцы с индийцами и прочие разные, которые не присоединяются к санкциям, не будут вкладывать средства в компанию, которая кидает своих клиентов. А прекращение поставок, это как раз будет таким, вот, собственно, говорят, китком. И это может быть единственное, что сдерживает технических специалистов и руководителей энергетических монополистов Российской Федерации от выполнения политических указаний из Кремля. Они прекрасно понимают, что после этого они смогут поставлять газ и нефть исключительно для внутренних нужд или, может быть, там куда-нибудь какие-то остаточки небольшие отправлять кружным путем через весь мир в Индию или через узенькое горлышко трубопроводов, нефтепроводов и газопроводов в Китай, который далеко не торопится наращивать объем потребления российских углеводородов, поскольку опасается вторичных санкций. Ведь для товарооборот Соединенными Штатами на несколько порядков выше, чем товарооборот Китая с Российской Федерацией. Естественно, значительно привлекательнее выглядит для тех же самых предприятий китайских взаимодействие и сотрудничество с Соединенными Штатами Великобритании и Европейским Союзом, чем с Российской Федерацией. То есть надежды на Юго-Восточную Азию, которые сейчас возлагаются отдельными экспертами проправительственными Российской Федерацией, это скорее надежды, а не реальные планы. И эти надежды развалятся, разрушатся опять же после того, как станет ясно, что энергетический шантаж Европы у «Газпрома», у «Роснефти» и у России в целом не удался. В свою очередь, Геннадий, на завершение также хочу процитировать «Ассошейтед Пресс». Они пишут, что ФРГ берет под свой контроль три нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих России. А именно правительство Германии передает под управление федерального регулятора немецкие дочери «Роснефти». В свою очередь, также, согласно решению, федеральное сетевое агентство получит контроль над соответствующими долями в трех нефтеперерабатывающих заводах, расположенных на востоке и юге страны. В заявлении Министерства экономики Германии говорится, что это поможет обеспечить непрерывность поставок энергии. Я правильно понимаю, что по факту делается все для того, чтобы обеспечить гарантированные поставки энергии, но они не говорят о том, чтобы искать в данном направлении альтернативных источников, либо же я немножко не так понимаю. Объясните, пожалуйста. Поскольку эти заводы, они снабжались нефтью по трубопроводу, по северной ветке нефтепровода, которым идет российская нефть, в том числе и через Украину, то есть это сеть нефтепроводов «Дружба», и имели, ну то есть менеджмент, он мог каким-то образом повлиять на работу этих предприятий, в том случае, если будет введено нефтяное эмбарго, и Германия реализует свои планы по отказу от поставок нефти на эти заводы через северную ветку нефтепровода «Дружба», в которой и об этом решении уже было сказано. То есть до конца года Германия обязалась отказаться от поставок российской нефти не только морем, но и по трубе. Для того, чтобы не вставляли палки в колеса российские представители в советах директоров, было принято решение передать управление этими предприятиями под контроль федерального сетевого агентства, федерального регулятора в данном случае. И в этом случае будет открыт путь для использования любой другой нефти из любых других источников, и сейчас уже подписаны соглашения о поставках нефтяного сырья с ближневосточными государствами, в частности Саудовской Аравии, и эта нефть уже пойдет на нефтяные терминалы Германии, начиная со следующего года. Я думаю, что на этом решении работа энергетических регуляторов Европы и национальных правительств не закончится, и скорее всего все предприятия, в управлении которых есть российский след, будут переданы под управление независимых регуляторов государств, членов Европейского Союза, и это произойдет в ближайшие месяцы. Услышали вас. Спасибо вам огромное за разъяснение. Эксперт энергетического рынка Геннадий Рябцев был на прямой связи с нашей студией, ну и мы же на завершение этой темы еще один месседж вам добавим. Российский газовый шантаж – это спецоперация Кремля в Евросоюзе, так заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью «Виртуально Польска». Давайте послушаем. Популисты в Европе скажут, что холодно, потому что идет война, но причем Украина. Мы не поставляем газ в Европу, и не мы сделали «Газпром» монополистом. Не Украина, а Путин несет ответственность за все большие счета за газ. Алексей Данилов, секретарь СНБУ Украины.